Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу Уильям Бернстайн «Манифест инвестора». Еще совсем недавно отсутствие умения управлять своими финансами не было помехой для простого человека. Однако сегодня, когда большинству из нас приходится самостоятельно распоряжаться своими инвестициями и пенсионным портфелем, стало чрезвычайно важно разбираться в тонкостях финансовых реалий. Именно для этого Уильям Бернстайн, кумир независимых инвесторов, написал книгу «Манифест инвестора». Инвестиции и управление пенсионными сбережениями рассматриваются с точки зрения новичка, которому приходится впервые продираться через эти дебри. О том, как это непросто, автор знает не понаслышке. Он доходчиво объясняет, как осуществить долгосрочное инвестиционное планирование в условиях неразберихи, царящей на рынке. Рассмотрим содержание книги. Предисловие к русскому изданию. Предисловие, введение. Глава 1. Краткая история финансов. Как все начиналось. Почти что смерть в Венеции. Неслыханное снижение премии за риск. Резюме. Глава 2. Природа зверя. Пророчество ворона. История и тематика. Удивительное уравнение Гордона. Дом, милый дом. Приключения с акциями. Игра в кости с Богом. Юджин Фома тщетно ищет ангелов. Мнимые победы суперзвезд. Как Джек Богл перехитрил руководство. Лучше быть везучим, чем умным. Облигационные фонды. Игра на равных. Резюме. Глава 3. Портфель инвестиций. Каким ему быть? Четыре главных правила. Два этапа распределения средств. Взлеты, везения и падения. В погоне за радугой. Резюме. Глава 4. Враг в зеркале. Внутренние демоны. Неправильное поведение. Психотерапия с уценкой. Резюме. Глава 5. Грабители и кое-кто похуже. Самая опасная территория на свете. Развлечения со взаимными фондами. Резюме. Глава 6. Формирование портфеля инвестиций. Основы долгосрочного планирования. Накопление сбережений для выхода на пенсию. Как это делается? Как откладывать средства? Усреднение издержек и усреднение объемов инвестиций. Четыре инвестора, четыре плана. Вопрос о перебалансировке. Правильно воспитываете своих детей. Резюме. Глава 7. Подводя итоги. Теория и история инвестирования. Краткий курс. Теория портфеля. Все обо всем. Ваш злейший вза... Глава 7. Подводя итоги. Теория инвестирования. Краткий курс. Теория портфеля. Все обо всем. Ваш злейший враг. Это вы сами. Проигрыш при любом раскладе. Принимайтесь за дело. Книги, которые вам пригодятся. Выдержанные, как хорошее вино. Примечания. Благодарности. И об авторе. Автор дает короткие советы о том, как накопить достаточную сумму денег для комфортной жизни на пенсии. На пенсии в понимании автора, когда вы уже не захотите или не сможете по определенным причинам продолжать активно трудиться. И автор начинает свою книгу с предостережений, что не у каждого человека получится это сделать. Далее он переходит к рассмотрению рисков, присущих инвестированию, а также издержек. Это издержки на брокерское обслуживание, брокерские комиссии. И же если вы решаете воспользоваться взаимными фондами, у нас в России они называются паевыми инвестиционными фондами, то вы столкнетесь с издержками за управление, которые могут достигать от полутора до десяти процентов в год от стоимости чистых активов ПИФа. Несколько цитат из этой книги. Те, кому хватает смелости вкладывать средства в самые черные дни, обычно получают очень высокие прибыли. Суть премии за риск – вознаграждение за принятие неведомого. Если же в конечном итоге все сложится благополучно, высокий риск позволит получить высокое вознаграждение. Книга дает достаточно сжато общее представление об инвестициях, о рисках, о издержках, а также о работе мозга человека. Когда автор уделяет целую главу тому, чтобы рассказать об инстинктах, а именно о том, как человек будет реагировать на падение, на взлеты котировок, на вообще потерю денег на инвестициях. И автор говорит, что необходимо перестраивать свое отношение к этому и подходить к этому с разумной математической точки зрения. С точки зрения оценки рисков, а не с точки зрения инстинктов. Поскольку у человека за долгое время существования в дикой природе и борьбы за выживание, борьбы с хищниками сформировалась отчетливая сигнальная система «бей или беги». То есть, если противник не превосходит человека по комплекции и по физическим данным, то сигнальная система говорит «бей, дерись». А если противник превосходит человека по каким-то физическим данным, умениям, то беги. Убегай от хищников, бей зайцев, кроликов и так далее. И вот эти сигнальные системы, как говорит Бернстайн, они и мешают успешно зарабатывать на фондовом рынке. Я могу порекомендовать эту книгу для широкого круга читателей, чтобы вы могли в случае, если вам интересна тема накопления, инвестиций, что вы могли бы вначале ознакомиться с этой книгой и решить для себя, стоит ли вам погружаться в эту тему. И это был отзыв и обзор книги Уильяма Бернстайна «Манифест инвестора». Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.